Меня окружал теплый океанский бриз. Болтовня скучающих и усталых мужчин вокруг меня наполняла воздух и смешивалась с белым шумом волн. Я глубоко вдохнул. Морская соль ужалила мне ноздри. Ясное голубое небо простирается перед нами. И конца не видно. Сегодня был тот день. Я просто знал это. Капитан! Крикнул один из мужчин. Вот и остров прямо впереди! Остальные люди быстро поднялись на носовую часть корабля, возбужден на бармачах. Вот он, Исла Дельнинью-Пердидо, остров потерянного ребенка. Легенда гласит, что давным-давно на острове был брошен внебрачный ребенок. Свои последние дни на острове ребенок провел совершенно один. Когда смерть пришла к детской душе, она сжалилась над бедным существом и вместо этого начала приносить души всех детей на остров, чтобы играть с потерянным ребенком на всю вечность. Наверняка сказка старого моряка. Такие вещи, когда старые матросы в тавернах утверждали, что слышат детский смех или находят брошенные игрушки, разбросанные по берегу. Слухи, истории и больше ничего. Однако то, что было нелепо, так это то, что почти год назад очень богатый морской офицер зашвартовал на остров частную лодку. Моряки – люди суеверные, и немногие были готовы туда рискнуть плыть, но, по их словам, офицер принес на борт только один предмет – большой деревянный сундук с вырезанным наверху бриллиантом. Эта сказка месяцами ходила по тавернам. К счастью, нанятый на работу человек был моим старым членом команды. Старик негодный для дальнейших сражений, но достаточно проворный для морских путешествий. Он пришел ко мне, подтвердив, что история была правдой. И что, когда он, наконец, спросил офицера, что было внутри сундука, он только сказал, что это его самое драгоценное сокровище, и он хотел положить его в безопасное место. Он сказал мне, что чемодан был настолько тяжелым, что они оба поднимали его. Самое драгоценное сокровище богатого офицера. Я мог только мечтать о том, что в нем может быть. Рубины, жемчуг, золото. Возможности танцевали в мыслях. Эта мечта быстро становилась реальностью, когда наш корабль врезался от мили острова. Мои люди перепрыгнули и начали закреплять лодку. Пока мы искали, нам не нужно было беспокоиться об ее отплытии. Спускаясь с корабля, я внимательно осмотрелся. Классический заброшенный остров. Большой песчаный пляж растирался на многие мили в обоих направлениях. Вдоль береговой линии были разбросаны куски дерева и мусор. Я видел, что, как и положено, повсюду были остатки старых игрушек. Возможно, подношения, брошенные из кораблей детям острова. Казалось, что большие кокосовые пальмы тянутся к солнцу и сгущаются так, что между их стволами почти невозможно ничего увидеть. Капитан, сказал мой первый помощник, подходя ко мне. Корабль под охраной, куда нам идти? Я полез в карман и вытащил нарисованную от руки карту. Старик мог быть хилым, но его память все еще была острая, по крайней мере, я надеялся, что это так. Я оглядел остров, пока не увидел первую достопримечательность, которую он перечислил. Большую скалу в форме лошади. Прищурившись, я увидел неясную фигуру на востоке. Да, он определенно напоминал лошадь. Я сложил карту и указал в направлении. Сюда. Убедитесь, что они принесли лопаты, сказал я. Я пошел к скале. Моя команда последовала за мной по пятам. Приближаясь к камню, мы заметили еще больше забытых и сломанных игрушек, разбросанных вокруг основания, как если бы кто-то их туда положил. И даже сама лошадь очень напоминала игрушечную лошадку ребенка. Я услышал парочку бормотаний среди мужчин. Как я уже сказал, моряки очень суеверные люди. Я не сомневался, что эти странные происшествия напугали некоторых из моих людей. Однако капитан не боится. Я снова вытащил карту и просмотрел ее. Примерно три тысячи шагов к северу, сказал я, вытаскивая компас. Скип, Уилл, Тенверс. Вы трое ведете счет. Я услышал их одобрительное ворчание и направился к ним многолюдным джунглям. Хотя я доверял своим людям делать свою работу, но капитан всегда должен все контролировать. Я старался держать в голове молчаливый счет, пока мы шли. Разумеется, примерно через две тысячи шагов мужчины начали расходиться во мнениях относительно того, как далеко мы зашли. Я не обратил на это внимание и продолжил идти. В среднем за день пройти три тысячи шагов — это пустяк, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Было трудно оставаться прямо среди извилистых деревьев, и мне приходилось постоянно проверять свой компас, чтобы убедиться, что мы не сбились с курса. То, что должно было занять час или около того, заняло несколько, по крайней мере. Так казалось. Мужчины начали бормотать, что ходят кругами. Однако как раз в этот момент мое внимание привлекло странное дерево. Я дал знак мужчинам остановиться и вытащил карту. Да, дерево с крутым изгибом на запад. Это было то, что мы искали. Парни, я закричал. Они замолчали и повернулись ко мне. Еще четыре тысячи шагов на восток. Затем обходим крутой холм, пока не дойдем до специальной отметки. Тогда сокровища наше. Мужчины разразились аплодисментами. Я двинулся на восток. Они следовали за мной, распевая лачуги и крича как дети. И снова путь был долгим. А тропы не было. Солнце уже начинало садиться. Я волновался, нужно ли нам остановиться до того, как мы дойдем до следующего ориентира. Будет невозможно идти дальше ночью, учитывая нашу зависимость от компаса. И я боялся, что мы можем развернуться или заблудиться, если попытаемся продолжить путь утром. Нет, это должно было быть сегодня вечером. Похоже, у мужчин было такое же беспокойство. Те, кто всего несколько часов назад пел очень страстно, теперь бормотали себе под нос о темноте. Они не опасались призраков и духов, если бы они появились днем, но ночью. Это были владения духов, где они были самыми могущественными. Я услышал шепот, спрашивающий, надеялся ли офицер, что дети могут охранять его сокровища для него. Боевой дух угасал со скоростью света, но когда казалось, что мы обречены провести ночь на проклятом острове, появился образ. Темный и вырисовывающийся в последних лучах света, но ясный как день. Утес. Взволнованный, я поспешил к нему. Мужчины покорно последовали за мной. Я потянулся к обрыву и ощупал его склоны, высокие и неровные. Я решил вытащить карту, но было уже слишком темно, чтобы разглядеть. Я пробормотал проклятие себе под нос, но это не имело значения. Старый моряк сказал мне, что отметка была вырезана на скале. Все, что мне нужно было сделать, это почувствовать это. Парни, следите за обрывом, чтобы не заблудиться, но следуйте за мной. Мы найдем эту штуку сегодня вечером, будь то ад или поводок. Я закричал. Они с энтузиазмом бормотали, но все же было очевидно, что пребывание здесь ночью было для них не лучшим вариантом. Чем раньше мы найдем это сокровище, тем скорее их настроение восстановится. Я медленно полз, чувствуя каждую трещину и щель, прежде, чем перейти к следующей. Я не мог сказать, текло ли время медленно или я просто терял терпение. Затем внезапно я почувствовал расщелину, сильно отличающуюся от других в скале. Его края были острыми и чистыми, как будто они были вырезаны. Я ахнул и ощупывал обеими руками очертания фигуры. Бриллиант. Скотти, достань кремень. Робертс, окунь, достаньте дрова. Остальные парни, готовьте лопаты. Это оно. Мои люди двигались с невероятной скоростью. Казалось, прошло всего несколько секунд, прежде чем у них загорелся огонь. Куча потрепанной грязи все еще была хорошо видна почти год спустя. Несколько человек бросились к куче и начали энергично копать. Казалось, что у всех открылось второе дыхание. Луна поднималась все выше и выше в небе. Мужчины по очереди копали. Те, кто не копал, искали еду и дрова, чтобы продержаться до утра. Все говорили, смеялись, хвастались, что они сделают со своей долей сокровищ, когда мы их получим. Все мысли были наполнены золотом и глаза сияли в темноте, как бриллианты, которые они искали. Резкий удар внезапно заставил всю команду замолчать. Люди в яме выбросили лопаты и начали отчаянно копать руками. «Капитан, вот оно!» — закричал один, когда другие пытались вытащить его из ямы. «Поднесем к огню. Все толпились вокруг, отчаянно пытаясь увидеть то, что мы искали, то, ради чего мы плыли почти полгода, чтобы найти. Большой сундук хорошего качества. Темное полированное дерево блестело в свете костра, но форма ромба была вырезана вручную. Я достал нож и покопался в замке снаружи. Он легко оторвался. Едва ли это казалось достаточной защитой для сокровища, но, открыв крышку, я понял, почему. Вонь сильно ударила по нам. Я прикрыл рот, довязь от рвотного рефлекса. Некоторых мужчин даже вырвало. Внутри сундука лежало не золото и не рубины. Это останки ребенка. Последние кусочки засохшей плоти отчаянно цеплялись за мелкие кости. И одежда, хотя когда-то была явно отличного качества, теперь была в пятнах разложения гнилой плоти. Все мужчины тревожно бормотали. Тревожить могилу ребенка на острове детей, что может быть большим проклятием? Когда облако удалялось от луны, на внутренней стороне крышки стали видны гравюры. Мое самое драгоценное сокровище. Когда придет мое время, я приду, чтобы провести тебя в небесной славе. А пока я молюсь, чтобы души этих детей присмотрели за тобой в мое отсутствие. Пусть тебя никогда не оставляют одного. Люблю. Отец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова